Место встречи изменить можно. В Белом доме пытаются выбрать город для этих самых исторических переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына. На чем остановятся, когда состоится эта встреча, узнаем от Дмитрия Анопченко. Это напоминает детскую игру в города. Белый дом перебирает столицу за столицей. Куда-то Трамп согласен отправиться, но это Кима не устраивает. Куда-то хочет поехать северокорейский диктатор, но американцы не согласны. Есть и точки, которые вроде бы устраивают обоих, но президентская охрана сочла их небезопасными. Как выведал из источников в Госдепе телеканал NBC, шорт-лист Трампа состоял из пяти названий. Но из списка городов-кандидатов уже вычеркнули Пекин, Кхеньян и Сеул. Китай готов был стать посредником. И Ким уехать близко, но это политически неправильно. Мол, все внимание к двум лидерам должно быть приковано, а тут китайцы на себя его оттянут. К столице Северной и Южной Кореи тоже не подошли. Дескать, в обществе будет ощущение, что Трамп слишком уж уступает. Нужно что-то нейтральное. Долго готовили площадку в столице Монголии, Улан-Баторе, но в итоге сочли, что не смогут организовать там достаточный уровень безопасности для Трампа. В итоге, по слухам, все же решили остановиться на Женеве. Мол, где как ни в Швейцарии, знают, как охранять высоких гостей. Столько саммитов провели. И параллельно в глубокой тайне будут отрабатывать так называемый план Б. По информации, которую получил НБС, это может быть австрийская столица, Вена. Известные сроки. Ранее сам Трамп говорил о планах встретиться до конца мая. Но подготовить все ни дипломаты, ни секрет сервис не успевают. И сейчас в планах стоит первая декада июня. Если, конечно, глава государства вдруг не передумает. А накануне на совместной пресс-конференции с японским премьером Трамп прозрачно намекнул, все или ничего. Мол, он не намерен возвращаться с этой встречи с пустыми руками. Что касается переговоров. Если я пойму, что это встреча, которая не обещает стать плодотворной, так мы вообще не поедем. А если встреча, на которой я уже буду, не даст результатов, я при всем уважении ее покину. И мы продолжим делать то, что делали. Впрочем, пресса сочла, что Трамп просто пытается заранее укрепить позиции. Ведь он действительно не может вернуться с пустыми руками из любого города, какой бы в итоге не выбрали для этих исторических переговоров. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Американское бюро телеканала Интер.